Добрый вечер, друзья! Еще один телемост. Наконец-то я добрался до самого, подчеркиваю слово самого, Сергея Николая Георгиевича. Знаете, когда-то миром правили динозавры, потом они начали вымирать. Сейчас такие динозавры, я его называю садовый динозавр, и все меньше, меньше, меньше. Теперь это не массовое явление, теперь это штучные изделия, последние в России. Те, кто помоложе, это уже не тот уровень, не тот калибр. Я не шучу. Я хочу успеть познакомить вас со всеми. Пусть это будет короткое знакомство, хотя может быть и продолжение. Я попросил Николая Георгиевича прислать фотографии. К сожалению, если их укрупнять, тогда вообще ничего не видно. Вот смотрите. Видите, вот я хотел вам показать его по-настоящему. Вот что получилось. Поэтому, ладно, пусть хотя бы вот так вот оно выглядит. Итак, могучий, чуть не сказал сибиряк, уралец, вот с такой бородой, вот, с урожаем всевозможных фруктов, придется вам включить фантазию. Именно потому, что он прислал фотографии, которые явно делал не профессионал. А вот что касается садоводства, один из главных профессионалов, это и есть Николай Георгиевич. Вот, вы поверите, насколько широки его познания, его авторитет, что кроме того, что он, на мой взгляд, входит в десятку лучших садоводов России, так он организатор съезда в садоводы России. По его просьбе, чуть ли не сказал по команде, съезжались доктора наук, профессора со всей СНГ, не только с России, а с Казахстана, с Украины, Белоруссии. Я сам участник одного из них, когда меня он заманил как. Вот пока я думал ехать или нет, оказалось, что я уже еду, пришлось ехать. И вот получается так, что таланты его безмерные, широкие. А что мы знаем о нем? Вот сейчас я набираю, у меня телемосты выглядят вот так, по-простому, я по-другому не умею. Я набираю, нажимаю и включаю громкую связь. Дальше, что будет, то будет. Но страна должна знать своих героев. Точка. Поехали. Николай Георгиевич, я вас представил, когда вы узнаете, какого я вас мнения, еще и покраснеете от скромности. Так, перед вами Николай Георгиевич, Сергеев, Урал. Значит, его право говорить все, что он сочтет нужным. И тему выбирает сам, пожалуйста. И может быть не последний телемост. Слушаем вас. Спасибо. Значит, я родился в Юльно-Уральске 18 декабря 1951 года. То есть буквально следующим месяцем не исполнится 71 год. Это просто к сведению. Я закончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов. И всю свою службу занимался поиском косметических кораблей-спутников. Значит, из-за времени службы я облетал на самолете в командировках. Вот Санкт-Петербург, это Хабаровска, это с запада на восток. С юга это Алма-Ата, Ташкент, Анапа, Сочи. А по северу, получается, Пермь и Кеменский край, там военный аэродром. И поэтому я вполне имею представление о том, что где как растет. И когда мне с Владимиром Востока говорят, что у нас тут земля глубоко промерзает, аж до полутора метров, я им отвечаю, что у нас теплую воду холодную проводят на глубине 2 метра 20 сантиметров. И если почва песчаная, то она в морозной джиме замерзает. Если вернуться, значит, вот это вот. Я еще что хочу сказать? Что все вокруг нас шивует. Что деревья, что значит, вот смотрите, есть такое растение мимуза. Если вы клопнете ладошками, то оно складывает листочки. Вы думаете, оно в скромности, что ли? Она просто в штуковое утюновение, это кажется, что и на ее поверхности листочка села какое-то насекомое. Оно его складывает. Для чего? Для того, чтобы просто надо съесть его и набрать себе соков тех, которые необходимы для развития этого растения. То есть даже растения бывают с хищниками. С деревьями то же самое, что они живые. Вы сами прекрасно понимаете и знаете, что если дерево не плодоносит, замахнуться на него топором, оно на следующий год начнет плодоносить. Камни, поверхность земли, она тоже живая. Я когда сидел на камне, на горошке, на месте у нас Аркадий, вчера же в области, вы, наверное, все слышали о нем. Так вот сидя на камне, подо мной камень начал дышать, как человек, и начал, пусть слышно, звук в ушах, хотя на самом деле нет, внутричный. Затем он начал подниматься вверх-вниз. Вместе с камнем начала подниматься горушка. А потом вся Талина, камни, на которой стоит этот камень, на горе здоровья. И она начала колыхаться тоже. Я так, ну, 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 все, 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 прекратили. Я думаю, дальше-то что будет. Интересно, то есть, и это говорит о том, что все вокруг нас живое, у всех есть душа. Затем, значит, если посмотреть все вот эти вот вещи, что вы печатаете на сайте у Валерия Константиновича, ну, я немножко продолжу тогда свою судьбу, то есть, после девяносто первом году я вышел на пенсию, пытался заняться большими, значит, проектами, коммерческими, получается, поставки там сахара и все прочее, в больших объемах, все. Но всегда стояла преграда. А потом пришла информация в тонком плане, но хотите от Бога. О том, что я не могу быть миллионером, что мне не положено использовать чужой наемный труд, и мне не положено иметь собственную машину. Вот так и живу. Значит, именно после этого, в 2001 году была такая информация. Я в Платуе занялся садоводством, то есть виноградовством. Но сам виноград я посадил в 93-м году, после того, как вышел на пенсию, зная о том, что он везде растет, а на Урале у нас почему-то в Южноуражке его нет. И начал, стал пробовать, как его вырастить. Ничего в то время не было, кроме нашего маленького заветка, руналий наукожиль. Сейчас уже некоторые о нем и забыли, что он такой существовал. Потому что никаких нет полиноградов, что еще естественно в Южноуражке не было. Это был 91-93 год. Нашел, что он растет в камнях. Делал, значит, сделал, ему как в горах, то есть камни насыпал там, в общем, делал очень такую рыхлую. Чтобы вода проходила, и в то же время она была питательная. Вода уходила и не задерживалась у камняной системы, поскольку у нас почва глинистая. Потом, значит, поскольку начали, и к тому времени, к 2001 году, вот это, пришла задача, что нельзя мне заниматься коммерческими вопросами и денежами, тогда я обратился в ответ с удовольствием. Начали, виноград к тому времени подрос, первые пять кустов уже хорошо плодоносили, я начал с них срезать челенки, первая посадка была неудачная, потому что их посадили в эти самые... в доме, а в доме у нас жара, ну, зимой температура в домах до плюс 30 градусов, по-моему, просто седа с окнами еще не выросла. Но постепенно научились выращивать саженцы винограда, и стал вопрос, куда их девать. Начали мы раздавать, ну, продавать, раздавать людям саженцы эти самые. Начал выезжать, начал писать статьи, вернее, статьи начал писать, почему? Потому что пришла соседка, ей было это 70 лет. Николай, расскажи, как надо садить на это, говорит, что вот надо ямами попасть метр на метр, значит, 20 сантиметров туда положить, 13-ти больших камней, и дальше там делать смесь, в которую входит земля, перебной, поплесили песок, щебенка, все это в равных долях засыпаете сантиметров 20, добавляете туда вот эту смесь, перемешиваете грязи, добавляете туда костей другого рогатого в костах, чтобы виноград был вкуснее, поскольку в костях фосфор, а фосфор придает сладость ягодам. И зови. Смотрю, она вышла за ворота, постояла, постояла, возвращается, говорит. Я все забыла, скажи, что слово это самое надо, как посадить. Я рассказал, она приходит утром, говорит, я запомнила, что надо яму сделать метр на метр, мне взять вот это полгачи, что я тебе чурок, вот так, и так, и так, она говорит, что ты нам глупым старухам рассказываешь, чтобы нам написал какую-нибудь инструкцию. Вот тогда я, считайте, вот где-то в 2002-2003 году написал инструкцию, как правильно выращивать саженцы винограда из черенков, и сами саженцы, как садить в почву. Значит, потом стал выезжать на выставки в Челябинск и магнитогорск. В магнитогорске запомнилось то, что мы приехали туда, мы привезли два пятидесяти лагомовых мешка черенков. У нас, и я, когда был на этих выставках, то всегда проводил лекции, и в этот раз магнитогорске в цирке я проводил лекцию под лев морского льва, так имбиренно. Ну, два сектора, если ты, вот, по-русски, например, на стационарной веке, то два сектора было полностью занято сиденьем людьми, снизу долги, до верха. Вот, когда я вышел, то этих черенков уже не было, то есть все, все продали, причем очередь стояла, жена, жену придется к стенке со всех, и они не выпрещали, так, без очереди не давать, как-то колбасу, самое интересное, только по одному черенку в руки. Ну, вот, таким образом, значит, на одну из таких выставок в Челябинске подошла женщина, я вот смотрю, читаю, ничего не понимаю. То есть, после того, как я написал инструкцию, я написал статьи, которые в газете отослал, и вот по этим газетам, журналам, мне начали приходить письма по запросу на черенки и винограды, приходило до 7-10 писем каждый день. И вот эти письма, я на них, естественно, отмечал, и рассылали мы черенки и саженцы в разные концы России. То есть, от меня виноград растет от Норвегии до Камчатки по северу, это в том числе и, значит, Карелия, Архангельская область, Коми, Свердловская, Кремская, Свердловская, значит, Томская область. Ну, а там дальше просто нет еще пунктов, ни этих дорогов. Да, дальше идет только железная дорога на Владивосток. Ну, и там, значит, на Камчатке, в Носокарине, в Находстве. Вот, то есть, на берегу Тихого океана. А по югу, это Калининградская область, Прибалтика, Германия, значит, Абхазия, Казахстан, Монголия. Вот такое реал, значит, распространение внули этих черенков винограда. Везде виноград растет и плодоносит. Так вот, подошла женщина, говорит, читая статья, ничего не понимает. В 2004 году я снял первый фильм, называется, технологии выращивания винограда. Через два года я получаю письмо с Москвы, где человек, который сидел в подростком, молодежном, концентрационных вооружениях с фашистами. Он пишет, Николай, ты почему снимаешь фильм у Стёхрублёва, 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 Камерянина, Каленка? В каких-то, значит, этих самых? Давай, басмаках непонятных. Давай я тебе вышлю деньги, ты купишь себе костюм, купишь порядочный тушь и синишь фильм. Ну, времени, какие-то, все-таки недостатки проявились. Я этот фильм переснял, переснял и снова начал расшивать. Благодаря вот этому фильму открылись клубы виноградарей в общей сибири России. Довольно приличное количество было открыто в Свердловской области. Затем, значит, очень крупный клуб виноградарей образовался в Магнитогорске. Он с тех пор придумал, ну, это уже по книге, которую, значит, обо мне попрямил, там, Курдюмов. Он у меня был в гостях. Ну, вот таким вот образом, то есть снял фильм, потом его переснял, потом снял, значит, несколько фильмов, таких, как, ну, новинки винограда 2008 года, а потом, там, еще, еще 2011, там, готовились, снимал. Затем два года вел на местном телевидении программу по сандоводству, по всему сандоводству. Секунду, секунду, Георгиевич, я чуть-чуть на полминуты вклиниваюсь. Я нашел фотографию, чтобы людям объяснять, что вот этот круглолицый, улыбающий товарищ, это Курдюмов, а по правую руку от Курдюмова, значит, Николай Георгиевич, с которым сейчас беру я интервью, как у звезды сандоводческой. Просто я людям должен был объяснить, мне удалось хоть как-то показать вас крупным планом. Продолжайте, пожалуйста. Значит, вот, я когда фильм снял, я потом книги написал, это называется, там, кстати, есть это все в интернете, книга называется «Домашнее виноградовство», почему же так обозвали, а вторая книга «Разумное земледелие», они есть в интернете, их можно почитать спокойно. Затем, значит, в 2007 году ко мне приехала организатор выставок в Екатеринбурге и попросила организовать приехать с этими гроздями «Винограда». Она приехала ко мне в САП, посмотрела все, и они пригласили меня на выставку в Екатеринбург, куда я уехал уже со своими гроздями. Вообще, в Свердловской области, в Нижнем Тагиле, представляете, это север, очень далеко от Екатеринбурга на север, там виноград от меня кладоносит с 2003 года, представляете? И до сих пор, ну, два года тому назад он еще живой был, потому что там слинился водитель, слинился этот хозяин этого дома, он уехал на юг, я связывался потом с теми, кто поменялся на его месте. И после этого она предложила провести форум «Винограда». Я его провел в форум «Виноградарей» в 2008 году в Екатеринбурге. Затем, значит, провели мы ряд съездов, слетов под разными названиями в Челябинске. В 2008, получается, по 2014 год, вот на одном из этих мероприятий на слете был Валерий Константинович. Да, я говорил, что ты меня туда заманил, это, хитро, сказал, что я буду выступать, и мне пришлось ехать. Вот, все. Значит, и собирались на эти съезды форум лучшие селекционеры со всей России, не тех, которые смогли приехать. Затем, значит, ведущие селекционные из центра института садоводства и садоводы-любители. Вернее, садоводы-опытники, вернее, вот так сказать. И на этих мероприятиях всегда присутствовало телевидение, корреспонденты, газеты. Оно получало, получилось большое распространение, информация была и по телевидению, и по, значит, и по газетам, по журналам, что давло дальнейшее развитие винограда, что по всей, по всему северным территориям России. Вот, после этого я с 2012 года провожу праздник виноградный из Нуральства, проходит первый суббот посетителя, на него приезжают садоводы из Челябинской, Светловской, Курганской, Тюменской области, из Баштириевского стола. Вот такой вот ареал собирается, а на третий праздник бывает от трех до пяти тысяч. У посетителей, вы не говорите, это очень много. Это, по я, там, проще говоря, на них не совсем не успеваю поздороваться. И с того, что говорить, конечно, нет. Значит, что касается самого, поэтому информацию по мне можно найти, набрав в интернете виноград-сердьев Южноуражка, добавить потом книги, фильмы, и этот вот праздник виноградный Южноуражка. Вот смотрите, там видео есть и фото есть, всего предостаточно. А самое главное там есть, каталог есть, черенки, саженцы, или как у нас на Украине говорят, чебуки собираешься высылать, нет? Люди-то сейчас послушают, а дальше куда им? Нет. Ну, каталог у меня есть, я почему, я же рассылаю, кто запрашивает меня в электронную. Нет, так а как на тебя найти? Вот давай так сделаем. Георгиевич, мы сейчас, я больше прерывать не буду, через 9-8 минут закончится этот, уже моргает, ну, зарядка, а продолжим завтра, ну, к завтрашнему дню, чтобы у меня был электронный адрес, все телефоны, явки, пароли, все-все-все. Можно так сделать? Или тебе это не надо, чтобы к тебе обращались напрямую за чебуками, за саженцами, за виноградными, абрикосовыми? Что у тебя есть? Да без проблем я тебе все это сбросил. Ну, вот в данный момент самое смешное, что даже я этого не знаю. У меня кроме твоего телефона ничего нет. Ты можешь на экране крупными буквами? Сергеев. Я тебе время сбрасываю, у тебя все время сейчас с компьютером случается. Ладно, это я все сброшу, значит, ну, давайте тогда эти 9 минут, мы посвятим тому чудак, чтобы было. Ну, завтра еще сможешь поговорить? Да, вот что вопрос. А то я заряжу аккумулятор. Сможешь завтра поговорить? Могу, ну, вот сейчас-то время-то еще осталось. А сейчас говори, самое главное, чтобы завтра люди на экране увидели, все твои явки, пароли, адреса, все, телефоны. Да ладно, ну, это все я сброшу. Значит, я хотел бы сказать об этом. Политики нельзя, про коронавирус вам расскажу. Во! Во-во-во! Чего? А сейчас по это, заблокирует. Ютуб следит за этим. Про коронавирус ни слова. Да, болячка, которая всех волнует. Вот смотрите. Про коронавирус ни слова. Это, давай вот эту закончим, а то пропадет ценная съемка. Заблокирует, все. Что он уже заблокирует? Модная болезнь у тебя, насыпает все. Значит, смотрите. Ну, ну, давай, давай. Как нас заблокируют, не обижайся. Говори, говори. Ну, я вообще, мы все наговорим, что нам проблема-то. Я бы привык давать интервью. Чего тут телевидение у меня бывает по 3-4-5 раз за сезон. И один раз, значит, в очинке трители компании приехали, а что за сезон было сеть? С разных ими. И по Москве, кстати, показывали на первом канале и на России. Вот. Значит, я что, про эту штуку-то вам начал говорить? Значит, это... Оно же появилось для того, чтобы убрать тех... Ой, Георгиевич, прошу, давай про садоводство, умоляю. Ну, про садоводство. Так. Ну, я всех приглашаю, значит, на праздник виноградной журасии, который состоится в первую субботу в 2022 году. Очень многие начинают запрашивать об этом празднике еще. Ну, вот с марта месяца все начинают просыпаться. Потому что там выставляется все, что вырастили садоводы. Ну, праздник называется виноградный журас, поэтому приезжает виноград, там можно его попробовать. И там, как нам, приехал, значит, человек, который торгует розетками земляники. Только он обернулся, говорит, а у него с этого, с показательного коста, когда у них там ягоды пустыли, все ягоды съели. Я скажу, так у нас праздник для того, если существует... Люди пришли, попробовали, а потом купили саженка именно того, что им понравилось. Вот таким вот образом. И несмотря вот на эту болезнь, да, у нас прошли и в прошлом году, и в этом году эти праздники прошли. То есть, и вот иду я под этим, под Богом. Теперь, значит, вот насчет энергетики, тогда я смогу рассказать пока. У меня очень хороший знакомый есть. Он представитель совсем другой галактики, на планете Земля. И вот он мне помогал создать схему разумного сада, разумный сад по биологическим циклам природы. Вот это уж как мы сделали. Значит, сама идея этого сада заключается в том, что определенные деревья садятся в кругах в определенном порядке. В результате вот такой сад энергетический он закрывает энергии более 600 километров. То есть, в этом пространстве защищает от негативного космического воздействия, от негативных различных лучей. Естественно, что создаются более лучшие условия для произрастания как растений, так и для жизни различного растения, животного мира, будем говорить. Вот это такие сады уже заложены на Алтае и под пяти пунктом. Все это реально работает вот таким образом. Ну что, давайте тогда бы завтра. Погоди, погоди, погоди. Три минуты. Обрезка деревьев калечит биополе деревьев и человека. Да, конечно. Мы тут такие единомышленники. Я буквально это самое, как сказать, если бы ты сказал, что можно резать, я бы сказал, на этом бы наша дружба кончилась. Да, значит, этот Сергей, значит, приехал ко мне. Он обладает лесновидением естественным. Он идет между рядами винограда. У меня 7 рядов винограда. Они растут 2 метра друг под друга. И длиной метров по 15, что ли, может быть, даже по 20 метров вот эти ряды. И никто их там не верил, почти говоря. И вот он идет, и я смотрю, его шатает. Я говорю, Шрёш, ты вроде пьяный, ты ж не пьешь. А что тебя шатает? Он говорит, а мне растения жалуются. Потому что у тебя тут люди бывают, от них идет негативная энергия. Они не знают, как защититься от этой негативной энергии. И поэтому вот это все передается мне. Я, ну, он там почистил, это негативная энергия, значит, все. А людей-то у меня бывает больше 100 человек в сезон. И я, естественно, это мы допускаем, допускаем, потому что мы хотим, чтобы люди увидели, как все растет. У нас же много чего растет в саду. Чтобы посмотрели, как само растет. Попробовать плоды, если вот при урожае приезжают. И потом приезжают засаженцы, не забирают их и начинают садить в своих водах. Так, Георгиевич, закончилось наше время. Моргает зарядка. Завтра продолжаем или нет? Еще на один фильм хватит тебя, получасовой? А? Тебя хватит еще на один получасовой фильм? Или нет? У меня и на 4 часа хватит. Тогда завтра продолжаем или нет? Вечером? Ладно, давайте завтра. Так, так. Короче, я пишу, продолжение следует в конце фильма. Так? Ну, пишу. Так, и еще. И еще. Если ты мне пришел все данные, где будут про саженцы, про чебуки и так далее, то на следующем во время фильма на экране это будет светиться, а мы будем дальше общаться. Хорошо? А на экране будут твои данные. Я не люблю так одними словами. Можешь с утра подвонить, чтобы не было потом не молчим. С утра? С моей-то памятью. Все, время закончилось. До завтра. Спасибо за интервью. Значит, встречаемся завтра и продолжаем. Благодарю всех за внимание. Через день, два, три выйдет уже фильм оформленный с музыкой там и прочее, прочее. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok